Дорога к знаниям для юных жителей Брусилова не просто терниста, но и опасна. К школе дети вынуждены пробираться по грязи, лужам и колдобинам. Родители микрорайона бьют тревогу. На улице Оснобрюкской, которая объединяет огромное количество жилых комплексов, катастрофически не хватает тротуаров и пешеходных переходов. О том, какие препятствия приходится преодолевать подрастающему поколению, в следующем сюжете. Вот видите, дети сами входят. Это очень опасно. Это вот третий класс идет. А первоклассники тоже. Путь в школу для юных жителей Брусилова делится на три этапа. Это безопасный по тротуару, опасный для здоровья, это колдобины и грязь на краю проезжей части и опасный для жизни. Так называют местные жители тот отрезок пути, который проходит по асфальту, где в часы пик плотный поток автомобилей. Мы же в школу ходим, что в новую, что в старую. Дети все равно здесь ходят, без коляски даже. Очень проблематично, особенно вот этот угол. После дождя здесь большая лужа, и дети идут, машина едет. Всех сразу, получается, обрызгивают. Очень неудобно. Потом вот на этом углу очень много аварий происходит. То же, то потом стекла валяются, то еще что-то. Тротуар на Оснабрюкской, конечно же, есть. Однако на узкопешеходной дорожке не разъедутся даже две коляски. Ко всему прочему, аккуратно выложенная брусчаткой тропа резко прерывается у дома номер 30. И ноги оказываются в луже. Дороги обходим. Так вот прямо. Страшно? Страшно. Потому что там нет даже перехода, нет полосы. Ну так, машин нет, побежали. С приходом осеннего ненасти обочина дороги превратится в кашу. А зимой и вовсе в сугроб. Станет мертвым грузом вопрос, как пройти к школе. Родители сетуют. Есть альтернативный путь дворами. Но и он не лучше. Ну, если нет дождя, ребенок ходит вот там. Ну там, конечно, идет строительство. Естественно, там только в сапогах. Чередование тротуарной плитки и колдобе на Снобрукской создает проблемы не только детям, но и взрослым. Родителям приходится либо самим провожать детей в школу, либо оплачивать лишнюю поездку на автобусе. Длиной всего в одну остановку. Только и до нее нужно где-то идти. Большая просьба, чтобы действительно для детей создали условия. Элементарный тротуар, элементарные светофоры, регулируемые. Или вот с кнопочкой, самый упрощенный вариант. Ребенок нажал, прошел спокойно. Иначе их не пропускают детей. Машины едут и едут. Вот это очень больной вопрос. Мы решили выяснить, собираются ли городские чиновники этот больной вопрос решать. Мы направили в администрацию Твери запрос, в котором просим прояснить будущее улицы Оснобрукской. Будет ли она благоустраиваться, появятся ли там светофоры и пешеходные переходы. И как скоро будет дан зеленый свет на безопасный путь к знаниям. Продолжение следует...